В связи с происшедшими в последнее время в Магаданской области несколькими случаями пожара в жилых помещениях, повлекших гибель детей, в мэрии города состояло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Координация действий и усилий органов местного самоуправления, государственной власти региона, органов опеки, полиции и МЧС. Такая повестка определила формат заседания. Как подчеркнул глава областного центра Юрий Гришан, общая работа должна быть всецело направлена на предотвращение несчастных случаев среди несовершеннолетних. Особенно отметил, что в области риска находятся малоимущие и многодетные семьи, а также семьи, проживающие в частном секторе. Соответствующими органами была проведена работа по выявлению семей, проживающих в условиях, представляющих угрозу пожарной безопасности. Их число составило 156 семей, из них лишь 86 дали согласие на установку пожарных извещателей. Также были проведены необходимые профилактические беседы. Сегодня была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством мэра города Магадана, на котором было, на поездке было два вопроса. Это первый, это по пожарным извещателям для малоимущих и социально незащищенных семей, дабы предотвратить эти пожары и информировать пожарную охрану своевременно. Ну и второе, это профилактическая работа, связанная с пожарами. Олег Аверьянов отметил, что профилактическая работа будет производиться совместно с управляющими компаниями. В планах выполнить очистку подвальных и чердачных помещений, а также произвести контроль состояния путей эвакуации в местах проживания семей из групп РИСКа. В мэрии областного центра сегодня состоялось рабочее совещание по вопросам организации ежегодных соревнований «Лыжняя Вяльбе». Организаторы согласовали детали подготовки и проведения этого праздника, который традиционно состоится на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Снежный». 17 апреля у нас пройдет «Малая лыжня Вяльбе» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. И 18 числа мы ждем всех магаданцев на, собственно, всероссийские соревнования. Это 31-я лыжня Вяльбе. Начало соревнований будет в 12.00. Погода, я надеюсь, будет солнечная, все получат хорошее настроение, ну, покажут достойные спортивные результаты. Принять участие 18 числа в массовом забеге смогут все желающие. В зависимости от возраста участники будут разделены по категориям. Спонсорами мероприятия традиционно станут городской молочный завод «Магаданский», магазин спорттоваров «Чемпион» и группа компаний «Маглан». Предусмотрена и развлекательная программа. Участников соревнований и болельщиков угостят чаем. Погода на следующие выходные, по прогнозу метеорологов, будет по-настоящему весенней. Магаданская региональная общественная организация «Отряд поиск пропавших детей Магадан» в этом году отмечает пять лет с момента своего создания. За это время они помогли нескольким сотням детей и взрослых найти дорогу домой. Все началось 30 августа 2015 года, когда в соцсетях появилось сообщение, что потерялось двое детей, ушедших на празднование 1 сентября. Тогда около 40 добровольцев, еще не знавших друг друга, не владевших навыками поиска, действовали достаточно хаотично, но в итоге детей нашли. Сейчас организация проводит совместно с представителями МЧС тренировки. Накоплен серьезный опыт, выработаны специальные методики поиска, налажено взаимодействие с правоохранительными органами. Конечно же, сегодня хочется поздравить всех волонтеров, которые причастны каким-либо образом к поискам детей, людей в нашем городе и области, которые отзываются и не раз на поиски по нашим ориентировкам, по нашим призывам помочь в поиске в том или ином. Очень хочется сказать большое спасибо всем, без исключения, в том числе и правоохранительным органам, которые на сегодня уверены в том, что мы, несмотря ни на что, в любое время дня и ночи, в любую погоду, непогоду, выйдем на помощь. С общественной организацией «Отряд поиск детей Магадан» заключили соглашение взаимодействий все силовые структуры региона. На сегодня это самая многочисленная и наиболее эффективная общественная организация, специализирующаяся на поиске пропавших детей и взрослых. В наиболее резонансном поиске пропавшие девочки в поселке Снежный два года назад одновременно принимали участие свыше 700 волонтеров. В областном центре организация располагает 500 добровольцами. В городских округах действует еще около 200 человек. При этом спустя пять лет с момента возникновения у организации до сих пор нет своего помещения и интернет-сайта. Если у вас есть возможность, вы можете поддержать «Отряд поиск пропавших детей Магадан» материально или организационно, потому что чужих детей не бывает. В Северо-Восточном государственном университете презентовали новый видеокласс. Оборудовали помещение специально для цифровой записи лекций и других образовательных видеоматериалов. Данная видеостудия создана в рамках большой программы, гранта, связанного с созданием цифровой образовательной платформы в нашем университете «Цифродром». Это один из компонентов создания такой видеостудии. Воспользоваться результатами работы преподавателей университета на базе видеокласса смогут не только студенты очной и заочной формы обучения, но также слушатели факультетов дополнительного профессионального образования. Помимо создания образовательного контента, техническими возможностями нового видеокаминета смогут воспользоваться и студенты. Например, студенты обучающейся журналистики смогут попробовать поработать на профессиональном оборудовании. Представители студенческого совета и деканы факультетов присутствовали на презентации видеокласса, где подробно раскрыли детали использования нового оборудования. У нас видеостудия оборудована телесуфлером, то есть мы можем читать текст, не отрываясь от нашей презентации, что позволяет нам не закрутиться и хорошо провести видеолекцию. Пресс-служба университета совместно со студенческим советом уже готовы включиться в работу и использовать новое оборудование в своих целях. Да, мы давно знали, что здесь ремонт делался. Вообще, это была аудитория, в которой с ВГАЧ просто собирался. Мы здесь общались, там, ролики пытались снимать и так далее. Но мы знали, что тут происходил ремонт и только сейчас первый раз увидели уже полный оборудованный класс со всем оборудованием, со всей аппаратурой. Ну и на самом деле очень здорово. Прям на самом деле белая зависть, потому что многие из нас сейчас выпускаются. И на самом деле нам такую аудиторию на первом курсе или на втором курсе, когда мы только все это начинали, было бы все намного круче. Но сейчас, да, вот, надеемся, что мы тоже можем, ну, мы здесь тоже будем пользоваться для, возможно, съемки студенческих новостей. Это наша давняя идея, да, нам для этого нужно было больше оборудования, света и всего остального. Ну и просто для съемки своих роликов каких-то для студенческого медиа-центра. По словам ректора университета, в первую очередь использование кабинета будет осуществляться для реализации обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам, так как ВУЗ активно участвует в федеральном проекте «Демография» и проводит бесплатные образовательные курсы для безработных и граждан предпенсионного возраста. Традиционные для муниципалитета городские конкурсы «Меценат года» и «Человек года» стартовали в областном центре. Развитию благотворительности и общественному признанию заслуг в этой сфере призван способствовать ежегодный конкурс «Меценат года». Участие в нем могут принять юридические и физические лица, оказавшие в течение 2020 года благотворительную помощь некоммерческим организациям, реализующим общественно значимые проекты, программы, поддержку социально незащищенным категориям населения, а также принявшие участие в решении экономических, экологических и других социально значимых вопросов областного центра. Эта награда вписывает имена наиболее талантливых и известных горожан в почетную летопись столицы Колымы. «В данный момент проводится прием заявок на оба конкурса. Он продлится до 24 мая. Уже активно участвуют в конкурсе трудовые коллективы, общественные организации. Мы с удовольствием ждем всех тех, кто еще заявку не подал. Принимаем заявки в Управлении по делам молодежи и связем с общественностью мэрии города Магадана по адресу улица Горького, 16, кабинет 401 и 406. Премия органов местного самоуправления «Человек-года» вручается магаданцам за особые заслуги и высокие достижения во всех сферах деятельности, способствующие укреплению авторитета города в России и за рубежом. Главному лауреату решением конкурсной комиссии вручается также денежная премия в размере 50 тысяч рублей. По всем вопросам, связанным с участием в конкурсах «Человек-года» и «Меценат-года», можно обратиться по телефону 200-734 и 200-736. Положение о конкурсе размещено на официальном сайте мэрии города Магадана. magadan.49gov.ru КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...